В этом мирном плане прослеживается исполнение библейских пророчеств о последнем времени. Я вижу там тонкий такой замысел. Мир вам, братья и сестры, христиане! Мирный план Китая. Я думаю, нынешняя война беспокоит сегодня, конечно же, прежде всего народ Украины. Но я думаю, и здравомыслящие люди России также бы хотели мира и понимают, что нужно прекращать эту войну. И весь цивилизованный мир, он тоже здравомыслящий народ, понимает, что война это ужасно. Проявил некий интерес и Китай. Китай, прежде всего, ему нужен мир для того, чтобы экономически он мог развиваться. Потому что вы знаете, что китайские товары распространены очень сильно во всем мире. И, конечно же, мир, стабильность, она содействует развитию экономики. Знаете, как один экономист говорил о том, что деньги любят тишину. Имеется в виду развитие экономики, она любит, когда стабильность. Но меня, прежде всего, заинтересовал этот мирный план, братья и сёстры, не как бы с политической или даже социальной стороны, а со стороны исполнения библейских пророчеств. Потому что в этом мирном плане прослеживается исполнение библейских пророчеств о последнем времени. И я вам попытаюсь в этой пропуде это объяснить. Прежде всего, зачитаю вот эти пункты мирного плана Китая. Документ под названием «Позиция Китая по политическому регулированию украинского кризиса» состоит из 12 тезисов. Первый. Уважение к суверенитету всех стран. Подчеркивается важность соблюдения норм международного права, в частности, Устава Организации Объединенных Наций. Говорится о необходимости защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран. Второй. Отказ от менталитета холодной войны. В этом пункте в Китае подчеркивается, что безопасность страны не должна обеспечиваться за счет других. И безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. Третье. Прекращение боевых действий. Говорится о том, что все стороны не должны допускать раздувания конфликта, а нужно поддерживать Россию и Украину в работе в одном направлении и достичь прекращения огня. Четвертое. Возобновление мирных переговоров. Диалог и переговоры в Китае считают единственным возможным решением украинского кризиса. Следующее. Разрешение гуманитарного кризиса. Защита гражданского населения и военнопленных. Поддержание безопасности атомных электростанций. Снижение стратегических рисков содействия экспорту зерна. Прекращение односторонних санкций. Китай выступает против односторонних санкций, не санкционированных Советом безопасности ООН. В КНР считают, что экономические ограничения не помогают урегулированию украинского кризиса, а только создают новые проблемы. Пекин призывает прекратить злоупотреблять односторонними санкциями и юрисдикцией длинных рук в отношении других стран. Также одиннадцатый пункт поддержания стабильности промышленных целей и цепей поставок. И последний, двенадцатый, содействие послевоенному восстановлению. На первый взгляд достаточно благоразумный и мирный план. Но на первый взгляд, когда мы смотрим, просвеживается явное противоречие и нелогичность. Почему? Потому что сохранение суверенитета и территориальной целостности согласно уставу ООН, Согласно уставу ООН, территория Украины признается в пределах обозначенных 1991 года, в состав которой входит и Крым, и полностью Донецкая и Луганская области. Ну и все остальные области, которые сейчас есть в составе Украины. Если бы этот документ был последовательный, то следующий, второй пункт должен содержать следующую информацию. Полный вывод русских войск с территории Крыма, Донецкой, Луганской, частично еще есть и Херсонской, и Запорожской областях. То есть полный вывод войск Российской Федерации и восстановление пределов Украины согласно уставу ООН. Вместо этого мы видим другие положения, братья и сестры. В частности, Китай выступает за снятие санкций против России. Но санкции выделены для того, потому что Украина то же самое требует. Украина не желает завоевывать часть территории Российской Федерации. Она хочет, чтобы просто Россия и мирный план Украины является тот, что полный вывод всех войск России с территории Украины. То же самое в этом, например, действуют все страны, которые поддерживают Украину. В частности, и преобладающее большинство ООН. Но Россия не подчиняется этому уставу, не исполняет вот эти договоренности ООН. И, соответственно, страны, которые поддерживают Украину, они вводят санкции. Тем самым вынуждая задуматься России и все-таки вывести войска. В этом направлении все делается. И другая помощь Украины идет в этом же направлении, чтобы Россия могла, если не желает, мирным путем, так и военным путем, она могла убрать свои войска с территории Украины. Но этого пункта нет, братья и сестры. Более того, мы видим, что Китай проводит переговоры с Россией в такой дружеской обстановке, тем самым поддерживая Россию в этой агрессии. Встреча Син Цзиньпиня, руководителя Китайской Народной Республики Ие, Владимира Путина с 20 по 22 марта 2023 года. Также Китай не поддерживает решение международного суда в Гааге, который выдал арест на Путина. Это международный институт права, можно так сказать. То есть действия Китая, они не отвечают, если в прямом, прямо читать, прямо понимать, последовательно понимать. Их действия не отвечают первому пункту их же мирного плана. А первый пункт обычно пишется еще не только, что он первый, но, как правило, один из главных или главный. И все остальные пункты, они как бы должны быть привязаны к первому пункту. Но нет, этого мы не видим. И кажется, что, что ж тогда, такие безграмотные секретари в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики или в целом руководстве Китая нет грамотных деловодов, юристов, которые могли составить такой документ. И руководство Китая, в частности Цзиньпинь, не мог проследить и как бы убрать те ошибки, которые там замечены. Но нет, я вижу в этом библейское исполнение библейских пророчеств. Что я имею в виду? В частности, мнение одного политического эксперта, оно такое же, как и я сейчас скажу, братья и сестры, но хотя он и не подозревает в том, что в этом есть тоже исполнение библейских пророчеств. Не верю я в безграмотность секретарей. Нет, я вижу там другое, тонкий такой замысел. То есть мы в целом, вот как не раз пишется правило, мы в целом за мир, за суверенитет, территориальную целостность. Но есть исключения, одно из исключений, когда большое государство желает взять часть территории рядом меньшего государства, это более маленькие государства, должно пытаться договориться или уступить даже некоторой своей территории. Он должен считаться сильным соседом, скажем так. И вот здесь, братья и сестры, мы читаем Откровение 17 глава 12-13 стих. «И десять врагов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю». Будет ссылочка ниже на канале «Любящий истину», братья и сестры. Проповедь связана с этим местным писанием «Десяти царств» о последнем времени. Так вот в чём суть. Весь мир возглавят десять государств, мега крупных государств. И, соответственно, их десять управителей, их десять руководителей, президенты или генеральные секретари, цари. И они разделят мир на десять регионов. Каждое государство должно руководить фактически остальными мелкими государствами, которые в их регионе. или это захват этих территорий, или это и образование своего рода колоний, или очень сильное влияние и подчинение. Подчинение то, что мы видим, например, как Лукашенко подчиняется Путину. Беларусь фактически находится тоже в таком неофициальном, можно так сказать, заточении России, оккупации России. Или это будут называться области, или штаты, или колонии. Или даже может и не изменяться определённые наименования этих государств, но они будут находиться в подчинении царя, то есть в подчинении президента вот этого мега государства. Почему именно так? Они отдельные, там, десять сильных государств. Потому что Антихрист, его задача — руководить всем миром, братья и сёстры, а не только отдельными, пусть даже десятьми сильными государствами. Поэтому сейчас идёт задача, и тайна беззакония в этом направлении действует, чтобы создалось вот этих десять мега государств, я вам указывал, какие из них, и в том числе и Соединённые Штаты, сюда можно отнести и Китай, и Россию. И они попытаются, это тайна беззакония, это желание Антихриста, взять в подчинение другие мелкие государства. Если эти государства не будут подчиняться, взять их силой. Для этого, в частности, это будет проводиться основная задача уже во время Великой Скорби, в том числе и с применением, и применяться и ядерное оружие, чтобы очень быстрым темпом усмирить мелкое государство, мелкого соседа. Но это в полной мере уже откроется во время Великой Скорби. А церковь будет забрана до Великой Скорби. Но мы должны понимать, что происходит. Тайна беззакония в действии. И она сейчас переживает, можно сказать, заключительный этап перед Великой Скорби. Она должна подготовить приход Антихриста, подготовить вот эти все условия. И вот эта программа, ещё раз говорю, прослеживается, что мы в целом уважаем территориальную целостность и северитет государства. Но есть исключение, когда крупное государство, мега государство, оно будет недовольно своим соседом страной, которая поменьше, она не будет прислушиваться к крупному соседу. Значит, допускается и даже захват некоторых территорий или другое политическое, экономическое и так далее влияние, братья и сёстры. Влияние. Поэтому, с одной стороны, мирный план указывает на то, что должно быть соблюдение территориальной целостности и суверенитета Украины. А с другой стороны, поддерживает фактически Россию. Россию и стоит на позициях, чтобы сняты были санкции с России, чтобы уже был фактически заключён мирный договор в тех пределах, которые сейчас есть. Например, часть захвачена Деменецкой области, Луганской, даже часть ещё Запорожской, Херсонской, Крым. Весь всё, значит, на том, что сейчас есть, вот на этом пусть договаривается Украина-Россия. То есть фактически оправдывая агрессию России, потому что это крупная страна, а Украина не совсем умела с ней договориться. Это то же самое, что будут делать вот эти 10 крупных государств. Они будут заняты, заняты, и это уже идёт подготовка к этому, а это как бы план, проект, заняты тем, заняты фактически захватом власти, или пусть это будет мирным путём, дипломатическим, или это будет военным путём. Главное, чтобы все мелкие государства, весь мир, вся территория Земли поделана на 10 регионов, в каждом регионе есть одно крупное мега-государство, его царь, а все остальные мелкие государства, которые находятся в каждом регионе, должны подчиняться вот этому мега-государству, вот этому мега-царю. Или, ещё раз говорю, на добровольных основах, или, если они не слушаются, путём оккупации, путём силы, или военных операций, или даже буквально войны и так далее, для того, чтобы потом вот эти 10 царей передали власть Антихристу, и он стал одним царём всей Земли. Они будут у него помощники. И вот вся Земля будет таким образом под контролем. То есть Антихрист руководит через 10 царей, а 10 царей имеет влияние, фактически руководя всеми остальными государствами, которых сейчас насчитывается около 200. То есть каждая фактически так условно, скажем, мега-государства, нужно руководить 20 мелкими государствами, которые находятся вблизи их. Вот это библейный план Слова Божия. И он исполняется. Вот этот мирный план Китая — это не что иное, как исполнение и как внедрение тайны беззакония в действие, в действие. И то, что я вижу сейчас делается, и даже со стороны Соединённых Штатов Америки, братья и сёстры, что тоже идёт помощь, но недостаточная, и так далее, фактически всё идёт к тому, чтобы действительно сказать следующее. Демократия, территориальная целостность — это всё хорошо, это важно, но если крупное государство пожелало, чтобы с ним считались, чтобы остальные государства считали себя поменьше, нужно это учитывать, этому быть послушным. Это как бы такое неофициальное, вот смотря по действиях, даже, говорю, в Соединённых Штатах Америки, целый ряд других стран, даже которые поддерживают Украину, не только Китай, который выбрал такую нейтральную позицию, ну, больше даже, я бы так сказал, в сторону России, но всё это — отображение вот этого местописания. Тайное беззаконие готовит вот это воцарение Антихриста. Для этого нужно 10 царей, а остальные цари должны подчиняться вот этим 10 царям. Вот это и есть отображение вот этого мирного плана. С одной стороны, с одной стороны, территориальная ценность, суверенитет, но с другой стороны, как бы исключение. И если крупная страна пожелает чего-то, мелкая страна должна учитывать это и идти на некоторые уступки. вместо закона справедливости закон джунглей. Кто сильнее, тот прав. Вот в этом суть. Вот в этом суть. Вот это. И поэтому не безграмотность вот этого мирного плана и секретарей, и руководителей КНР прослеживается, братья и сестры. А если углубиться, именно прослеживается новая стратегия миропорядка. И она будет двигаться в этом направлении. Ножу уже двигается и будет ещё дальше двигаться, потому что вот таким образом исполняется Слово Божье. Ну а задача христиан — молиться, братья и сёстры, молиться и готовиться к восхищению церкви, потому что самые тяжёлые события, будут во время Великой Скорби, а церковь будет забрана. И есть большущая возможность нам, как написано, что утешайтесь ими словами, нам не дождаться того ужасного времени, а быть подняты Господу ещё до Великой Скорби. Но часть событий, конечно же, мы уже сейчас видим, что идёт вот эта подготовка к исполнению того, что будет уже непосредственно реализовано во время Великой Скорби. И да поможет нам в этой подготовке к восхищению церкви наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok